И что пока на дворе? На дворе последний день месяца мая сезона 2020. И чем я сейчас занимаюсь? Ну, в связи с тем, что мы уже посадочные работы практически полностью исполнили, точнее, полностью исполнили, мне даже пришлось пропалывать, вот, я хочу вам предоставить дивное такое слово под названием Сабантуй. Не думаю, что все знают, но тот, кто знает, должен понять, о чем идет речь, то есть Сабантуй. Это, в принципе, праздник народов Башкортостана и татарии, ну, точнее, наших любимых башкир и замечательных татар. Почему я его праздную? В принципе, когда мама мне дала гражданство, ну, в смысле, написала, кто я такой, она немножко слукавила. Она написала, что я русский. Сейчас я объясню, какой я нафиг русский. То бишь, половина во мне это чуваши. Часть из них, я надеюсь, 25% это евреи от бабушки на линии. А вот с папиной, с папиной мамы, вот там все интересно. Мой дед по материнской линии был болгар, но он был не совсем болгар, у него он был болгар с поместью, с гагаузом. Итак, башкиры, татары, это все этнические турки. Не знаете, залезьте в Википедию, посмотрите. Кстати, чуваши тоже этнические турки, так что я рядышком с вами, кроме всего прочего. Есть такая штука под названием гагаузы. Гагаузы – это тоже тюркская группа, но в отличие от мусульман, чуваши и гагаузы – это воспитанники христианства, а татары и башкиры – это воспитанники ислама. Не будем говорить о том, что христианство и ислам – это две разные штуки, нет. Просто в исламе не молятся на вид людей, а чайуаши и гагаузы молятся, но там еще есть болгары. То бишь, я имею полное право вам предоставить тот самый шашлык. Потому как? Почему нет? Все уже сделано. И вы знаете, когда мне говорят, почему, Леша, ты вот здесь так паришься, занимаешься со всеми теми делами, я говорю, ребят, а в чем наша-то проблема? Проблема только в вас. Потому что тот шашлык, который я готовлю, я делаю только исключительно для себя. Да-да-да-да-да-да. Так же, как для себя я готовлю вот этот замечательный шашлык. И всем я сейчас говорю, ребят, это еще не то состояние души. Поверьте мне, слово понты у меня закончилось в 2009 году. Я подошел к зеркалу и сказал, ну нежели богат Олег, не хер начинать. Понимаете? И с того момента я уже вернулся на круги своя. Кроме всего, что-то я на протяжении последних 20 лет не вижу никакой стремления к высоте. Да и на протяжении 25 лет тоже не видел. Было вот в начале того сезона, когда только еще началась перестройка. Не то что перестройка, а вот эта штука под названием «Грамотное кормление Российской Федерации продуктами питания, которые были за рубежа». Я сам в этих делах принимал большое-большое участие. Я также в ларьке сидел, если вы не знали. А левый берег, измывание простаты, это тоже и по мне прошло. И я там тоже был. Так что вы мне не рассказывайте сказки. Отовсюду мы прошли, это все мы сделали, и все было красиво. Вот тогда было время нормальное, тогда машины были. Что сегодня, сейчас? К сожалению, хороших машин уже нету. К сожалению... К сожалению, а почему нет хороших машин? То есть если мы будем говорить о другой моей стезе, то есть я житель все-таки... Я гражданин Советского Союза. Я горой встану за тех, кто был в Советском Союзе. Я горой встану еще из-за страны Варшавского договора. Понимаете, какая ситуация возникает? Та же проблемка в чем? Проблема в том, что правительство, дермокотическое это правительство, это не есть айс для государства. Потому что в свое время я общался очень тесно с жителями Польши и с жителями Румынии, Венгрии, естественно. Они все говорили, Алексей, как нам хорошо было в Советском Союзе. Может быть, все-таки вернуть на круги свои? И забыть всю эту бредятину, которую нам втирают? Поверьте мне, в Советском Союзе все было ровно и красиво. Может быть, вам стоит туда вернуться, а, господа мои? Так что, если у вас есть такое желание или у вас нет никаких других желаний, то бишь, все-таки вернемся к вопросу о собственном доме. Собственный дом – это достаточно легко и просто. Мне вот сказали, что я не смогу прополоть. Я вчера ровно за два часа прополол. Понимаете, нельзя на меня наезжать. Это не получается. Я всегда это делаю. Показываю всем, что я это умею делать. И это вы тоже можете делать. Для этого надо включить то, хотя не у всех это готово. Потому что сейчас уже и поколение-то другое. В скором году будет уже 50 лет. Это уже два поколения. С того момента, как я родился, пройдет. Не все помнят, но я расскажу историю, вопросы. Советский Союз это было то, что Дворотко прописал. Вот это то и было. Как видите, я тоже занимаюсь сельским хозяйством. И я даже не помню, во сколько лет... Ну да, я помню, во сколько лет я сюда приезжал и как меня кормил папа шашлыками. И я решил тоже попытаться сделать шашлыки. Это немножко сложновато, но немножко легко. Я занимался в саду. Я поливал, помогал маме рассаживать помидоры, огурцы. И еще одна хорошая новость, то что у нас появилось уже сейчас, в начале лета, уже появился первый огуречек. Очень был он маленький, но, наверное, через четыре дня уже будет ведро огурцов. Еще я помогал маме делать... Давал ей палки, чтобы она присоединяла... Ну, чтобы растение росло прямо, а не криво. Да, мне очень сильно понравилось, потому что еще... Если я поливаю что-то, мне мама может дать даже 50 рублей. И... ... ...